всем привет с вами татьяна из города санкт-петербург и сегодня небольшой мой новый проект который называется солнце новогодняя игрушка диаметр примерно 10 11 сантиметров есть такая же игрушечка называется месяц очень они мне нравятся я не знаю хочу ли я сделать их двусторонними или я хочу сделать две игрушки пока не решила очень хочется успеть до нового года конечно сделать 2 если получится ну нет так нет опять же здесь вот сами видите только количество штук указано и мне придется подбирать бисер самой что я в общем то уже и сделала и сейчас вам покажу результаты своих стараний вот таким образом выглядит мой подбор бисером особенно меня смущает конечно синий как я делала на сегодняшний день у меня огромное количество баночек стоит рядом это уже отобранные и еще столько же убра убраны в сторону я надевала на иголочки допустим брала два варианта темного цвета у меня всего три желтых цвета до брала вот этот вот был цвет я брала допустим 120 и 17 020 да вот можете видеть когда я надела их на иголочку это практически один и тот же цвет только один прозрачный бисер другой бисер из прокрашенные золотой серединкой хотя они вот так не выглядят одинаковыми но поверьте когда их надеваешь на иголочку они абсолютно одинаковые конечно этот больше блеска мне не хотелось чтобы вот эта серединка сильно блестела что я хочу сказать про два других цвета опять же я брала и надевала их друг с другом чтобы они не сливались оказывается все эти яркие цвета они очень здорово я огромное количество перебробовала они очень здорово между собой сливаются цвета я брала вот прям открывала свой шкаф и вот этот цвет потрясающий кстати такой бензиновый ну короче говоря чтобы вот этот цвет не сливался с вот этим цветом да вот два цвета они здорово сливаются когда их надеваешь на иголочку баночки то они все выглядят вроде как по-разному когда начинаешь пришивать они выглядят совершенно похожими контраст некоторые как вы сами видите должен быть про синий цвет синий цвет у меня вот сейчас лежит такой темно-фиолетовый и светло-синий я конечно тоже думала размышляла над этим вопросом темно-синий цвет я взяла номером 30100 а мне еще очень понравился вот этот цвет 61030 но один из них фиолетов видите такой другой синий и вот я прям набрала на иголочку и приложила конечно этот цвет выглядит гораздо красивее это такой глухой и солнышко будет совсем не на не елочная игрушка это по очень брачным поэтому я остановила свой выбор на вот этом оттенке темного цвета что касается вот этого светлого он вроде бы как светло-синий ой у вас он прям голубым передается вообще он такой джинсовым оттенком я взяла несколько цветов бисера и прям вот так вот приложила их вот смотрите вот этот мне понравился очень здорово вот этот цвет бисера вот но опять же не было праздника вот этот слишком голубой хотя вот такой бензиновый оттенок смотрите очень красивый и вот это слишком такой но он тоже подходил вот этот цвет очень хорошо гармонировал с темно-синим вот с этим который я не взяла да правильно говорю правильно но свой выбор я остановила на этом я как уже сказала я набирала на иголочку вот эти какой набирала на иголочку и вот эти два цвета рядом оказались но очень красивыми я даже вам сейчас покажу как я это делаю и так вот смотрите как красиво рассыпалась неудачно смотрится бисер две секунды буквально сфокусировать таза вот конечно здесь он более светлый такой да но между ними будет еще красиво лежать желтый золотой и мне кажется что это будет красиво я начинаю вышивать сверху и вы сами видите что я сразу собственно увижу результат на первых двух рядах если мне что-то не понравится я просто под парю и это будет здорово я переделаю последнее время я говорю меня как-то уже не так уж пугает выбор цветов потому что я прям набираю по 10-12 баночек и начинаю прикладывать появилась новинка на иголочки такие планшет очки пластиковые вот они мне обещали в посылку положить несколько для пробы планшет очки такие для пришивания бисера и на нем за их здорово потом между собой соотносить стоит на наши деньги 660 каждая планшет очка их кони они конечно не дешевые но может быть даже я ими вооружусь потому что хочется мне удобства в некотором вопросе конечно это займет какое-то время пришивать ну в общем посмотрим не буду загадывать сейчас я начинаю свою работу и через секунду для вас покажу уже свои первые результаты и так вот что у меня сейчас на сегодняшний момент есть что я хочу сказать что поменяла я все-таки два раза цвет основной цвет лица если можно так сказать лица у солнышка потому что цвет который я хотела 1 10 020 потом 17 020 они очень четко переливаются вернее сливаются с цветом с цветом вот этого желтенького который я выбрала вот как его вам показать хорошо не хорошо вот этого цвета да потому что лицо формируется рисунок лица за счет как раз небольшого контраста между этими цветами если бы я оставила прежние выбранные цвета то вот лицо как раз вряд ли бы вот мы увидели бы все эти складочки до носогубные в общем пришлось мне срочно пересматривать и переделывать свое решение то есть выборола один раз выбрала один раз выколола в общем и старалась изо всех сил что называется так что же я хочу сказать еще еще я хочу сказать что я тут нам производитель предлагает вот эти вот лучики яркие вот этим цветом до вышиваем вот этим ярким не вижу что снимаю на самом деле а вот эти лучики он предлагает вот этим бледно-желтеньким но почему-то мне не захотелось этого делать и вот сейчас я вот так сделаю и вот вам видно что я заменила на 2 желтый который такой более более яркий но блестящий но солнышко должно блестеть да по мне поэтому я решила немножечко у отступить от того что нам предлагает дизайнер его и вот эти лучики вышить блестящим цветом и не не прогадала нисколько продолжаю и так что же мы имеем ну да какой-то совсем темный цвет меня это все очень светленькая гораздо светлее этот фильм смотрю сейчас убавлю звук теперь вы можете сравнить до разница есть между отшитым бисером и напечатанная схемка здесь так немножечко блюкла на самом деле все это очень ярко и красиво цвет здесь лимонный а у вас он ярко-желтый нет он конечно совсем по-другому передается видимо только потому что свет падает вот ночь до пол первого окошка моя разоряется вот нравится ей поговорить пол первого ночи отшила мне все нравится видно да как лицо сформировалась как бы вам показать что вот вот даже так более качественно это конечно не совсем а вот такое солнышко довольно увесистое получается если я вышью вторую детальку и она будет точно такая же то солнышко получится игрушка получится очень тяжелое есть пару нюансов которые меня смущают во первых посмотрите сколько оставлено материала ткани и здесь между ними но даже сантиметра наверное нет миллиметра по четыре грустно но будет справляться каким-то образом и второе очень важный момент здесь есть один существенный недостаток вы похоже его сразу видите смотрите какое большое расстояние в общем между бы бисеринками огромное расстояние я увидела себя косячок если посмотрю в общем вот посмотрите рядочки ложатся неровно потому что очень-очень свободно прямо тушь как бы я не старалась да я ненавижу это дело для меня даже это хуже чем читаемые значки когда вот вы видите прямо три ты такие вот их вы видите присмотреться вот так вот и хорошо видно но поскольку это всего-навсего игрушка новогодняя да и не совсем новогодняя в общем-то будем относиться как есть хотя у меня сейчас есть возможность вышить два лица и это сделать не со закрытыми глазами с открытыми глазами и просто сделать две новогодние красивые игрушки я подумаю я подумаю над этим вопросом и так работу я закончила посмотрите как красиво смотрится просто безумно красиво я не могу в общем мое решение о том что я сделаю второе солнышко с открытыми глазками сразу было отменено мной же самой даже и я решила что весь смысл теряется сразу потому что у меня же есть еще как бы вторая работа до которой я собираюсь отшить ближайшие дни может быть я не успею это сделать до нового года до нового года осталось там сколько пять дней да наверное четыре дня а хлопот перед новым годом очень много если учесть что у меня приезжают мама в гости с племянником и в общем дай бог чтобы не вообще было время повышевать но я думаю что я те же цвета оставлю потому что они должны как-то между собой перекликаться посмотрите какое лицо посмотрите как смотрится хорошо глазки закрытые да вот такие такие мягкие веки в общем замечательные цвета я подобрала сама от себя в восторге мне не часто удается попасть в точку но тут вот я считаю что мне прям удалось сейчас я что интересно я стала вычерчивать и подготавливать кружочки из картона да как раз муж хотела сегодня где у нас пакет с бумагой а мы собираем бумагу отдельно и потом сынок воносит у нас специальный контейнер и я говорю ой подожди мне как раз картон нужен и он оказался таким плотным это от гравюра от детской до вчера вот ребенку подарили и такой вот достаточно плотный ведь как я его даже ровно обрезать не смогла но сейчас подровняю и я сначала замерила диаметр я откопировала на бумаге и потом в решила проверить диаметр отшитой работой в 5 миллиметров разницы вставляете когда мы сшиваем как бы съежилась и 5 миллиметров разница я как бы я не рассчитывала на такой большой разрыв да я помню когда я делал это кубик свой а я ссылочку сверху оставлю я думаю ну почему я же мере но сторона 7 миллиметров я и так обрезала этот в общем я измучилась теперь я буду понимать что ну я как бы об этом догадывалась там миллиметр 2 но 5 миллиметров это уже большая погрешность на самом деле в общем если учесть что я вышиваю совершенно не стягивая у меня дома сейчас гостит к моей кошки приехала в гости мама и сестренка потому что их хозяин уехал отдыхать и у меня конечно дома война и немцы и короче говоря вот сейчас я буду их оформлять сделала все учет всех убавлений до в размерах и в общем то это будет одно единственное солнышко 1 единственная игрушка которая потом будет иметь вот такую вот сестру наверное правильно сказать да солнышко имеет особенность вставать ложится спать тоже самое с месяцем у нас и вот так у нас пойдет вышивка выкроила я по кругу как вы видите очень маленький очень маленький край это примерно 45 миллиметров даже пять нету вот здесь прям вот совсем совсем мало оставляет нам производитель он экономит как бы это сказать ткань наверное хотя с боков я срезала достаточно много лучше бы он чуть-чуть немного раздвинул они наверно предполагали что я буду сшивать и вот эта часть останется нет мне конечно грустно и обидно но я справлюсь этой ситуации легко выкроила я например сантиметр от края вот надсекла одну я еще не надсекла вот эту я надсекла да остается решить хотим ли мы мягкий пинкип чик до с синтепоном вот у меня уже приготовлен или хотим пинкип чик плоский такой и тот и другой смотрится одинаково красиво да вот даже на примере моих игрушек которые вот рядом до рамочки да посмотрите вот они пухленькие такие красивенькие и посмотрите вот пинкип с колокольчиком он плоский совершенно это же смотрится очень красиво поэтому пухло здесь только вот колокольчик сам собственно говоря поэтому сейчас я еще думаю по прикладываю конечно работать я буду клеем момент кристалл мой любимый клей хотя очень хороший клей еще это вот такой клей как его назвать то до название у него не совсем есть вообще по типу как же он назывался титан что ли и просто этот пузырек я видимо неудачный какой-то купила клей очень густой его невозможно им невозможно пользоваться но чем хорош этот клей и можно пользоваться по пенопласту клей момент пенопласт разъедает так и я приступаю собственно говоря к самим пенкипом большие подробности я вам показывать не буду потому что у меня есть видео о том как я делаю пенкипчики тем более круглая форма одна из самых простых ссылочку вверху вы можете увидеть и покажу вам уже скорее всего если не будет каких-то тонкостей в промежутке я вам покажу уже готовый результат как я предполагала и небольшое промежуточное видео тонкость круглой формы идеально когда ты вышиваешь не получается потому что бисер лежит в одну сторону и как бы слабо я не вышивала да я вышиваю достаточно слабо немного бисер тянет в противоположную сторону то есть вот в этих двух местах мне приходилось вот немножко как бы вот растягивать до растянуть а потом приклеивать это нужно учитывать когда вы сажаете пенкип на картон вот вы видите небольшой нахлёст происходит да у ткани друг на друга к этому нужно быть готовой клей должен лежать всегда под рукой и обязательно перед тем как вклеивать круглую форму ее нужно немножечко в разные стороны да вот так вот растянуть потому что вот видите кусочек синего здесь у меня ткани кусочек здесь потому что везде нету потому что как раз вот в эту сторону он и сжался его бы вот подрасти на час я буду вот это отклеивать и чуть-чуть натягивать хотя я делала это заранее пусть вас это в общем то не смущает когда вы будете делать пенкипы если будете конечно какая еще тонкости вот я думал скажу вам об этом да я очень бы хотела сделать чтобы он был более пухлым да тут мало пухлости у меня но вот этот вот размер вот где он и вот он видите не позволяет но уж больно короткий кусочек вот все в клею уж больно короткий кусочек ткани и конечно мне лишь толщина самого картона и мне пухлее никак не сделать ну ладно будет слегка такой кругленькая и хорошо ну и вот готова моё красивое солнышко высыхает клей еще влажный я стараюсь в руки не брать нашла я себе огромное количество вот таких красивых пуговичек я когда купила их видимо ассоциация у меня с этим солнышком с этим месяцем было поэтому я и купила вот эти игрушки они купились позже чем вот эти пуговички и видим вот очень в тему но это просто красиво для фотографирования использовать здесь я ее никак не смогла эту форме тур куда хотя может быть какой звездочку куда-то воскнуть имеет смысл я подумаю а не хочется перебарщивать вот такие красивые кисточки у меня нашлись ну как нашлись я собственно их покупала для новогодних игрушек вот есть темно-синие у меня такие зеленые эти кисточки используются для изготовления сережек ну вот я использую их по словам это по коричневатый цвет скорее светло-коричневый да и еще одна кисточка как раз будет ждать своего часа для этого месяца потому что ну как нельзя кстати украсила эту игрушку как я заделала петлю вот видите да перекликнула их между собой и вот так выглядит задняя оборотная сторона как я не старалась конечно мне хотелось использовать шнур не такой толщины да ну так наверно 5 миллиметров шнур толщиной я бы хотела потоньше я вот даже запаслась таким тоненьким шнуром но нет не хватило толщины явно потому что между пинкипами расстояние довольно большое и мне не хватило видите так ткань видна поскольку она синяя я особо не переживаю вот эту вот кисточку я прикрепила при помощи вот такого шнура проделав кольцо никаких металлических колечек ничего проделал вот такой шнур тонкий на руки у меня конечно кошмар покровом сына и дома кошки клей все в общем на моих руках вся жизнь и вот на эту кисточку я приклеила ой на этот шнур я приклеила кисточку тут мой ребенок разговаривает с кошками собственно все идет в дело прям уже вклеивая шнур я вспомнила что я еще хотела кисточку давай быстрее что значит все под рукой в моем рукодельном шкафчике конечно очень удобно вот такая красота сейчас я немножечко пофотографирую для instagram и у меня еще одна новогодняя игрушечка готова что интересно когда я снимаю вот эта часть почему-то на видео длинше но это видимо оптическое искажение хотя она полностью пропорционально это игрушка да был один нюанс мне нужно было совместить лучики между собой да и один лучик все-таки выбился выбился это вот этот лучик вот видите он даже и когда выбился почему потому что когда я натягивала в общем надо видимо расчертить было мне идеально и он немножко его немножко повело вот не знаю он встретился вот видите чуть-чуть не совпадение потому что я натягивала видимо его но перетянула в другую сторону ну собственно это не особо заметно кому-то не особо важно но вот в основном все лучики мои встретились собственно говоря да вот я постаралась встретить вот такая красота такое радостное солнышко теперь есть моей коллекции новогодних игрушек ну на этом я буду видео заканчивать пишите мне я всех поздравляю с наступающим новым годом я планирую к этому солнышку сделать еще одну игрушку из журнала у меня в принципе все готово для того чтобы ее сделать не хватает только одного времени но я мне почему-то очень хочется снять это видео сделать эту игрушку я очень 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 постараюсь но если вдруг совсем к новому году не успею то может быть после нового года сразу я это видео правом игрушечку очень похожую в цветовой гамме своей да но она в другой технике бисера там про ну и бисер в том числе работы там до достаточно в общем очень постараюсь сделать еще одну новогоднюю игрушку даже если с небольшой задержкой я с вами прощаюсь пишите мне всем хорошего настроения и пока пока